Если мы будем получать полноценное питание, наши органы могут самовосстанавливаться. Я нашла такую табличку, какой орган за сколько лет восстанавливается. Очень, кстати, интересные факты. Не знаю, кто-нибудь слышал об этом, не слышал, но на самом деле наши органы могут самовосстанавливаться. Представляете, вот кости. Кости восстанавливаются полностью за 10 лет. Вообще у них одновременно есть и новые и старые клетки, то есть они постоянно меняют, постоянно происходят процессы. Но вот 10 лет нам для того, чтобы полностью восстановилась кость. Вот это произошло с моим позвоночником. Через 10 лет прошла, сделала МРТ и выяснилось, что вся крещевая ткань, в моем позвоночнике, она восстановилась. Вообще у меня все вот эти повреждения, все деформации, которые были в дисках, в самих вот этих вот, межпозвоночник дисков, позвоночник дисков. Это все восстановилось, это все восстанавливается. Зрение. Вот со зрением хрусталик и те клетки мозга, которые обрабатывают зрительную информацию, имеют тот же возраст, то есть сам человек. Хрусталик и вот клетки мозга, которые обрабатывают зрительную информацию, они не обновляются. Но вот роговица, да, вот верхняя поверхность глаза, она довольно часто на самом деле обновляется, поэтому если есть какие-то повреждения роговицы, то здесь уже можно что-то сделать. Да, когда идет нарушение хрусталика, здесь уже сложнее. Хотя на самом деле я слышала истории, видела людей, которые восстанавливали даже хрусталик. Вот. Ну, на самом деле, на начальной стадии, когда там уже все запущено, это уже, конечно, сложно, никаких гарантий давать нельзя. Гиппокамп. Сейчас мозг, который отвечает за обучение и память, она каждый день пополняется тысячами новых нейронов. Ну, не все они выживают. Но вообще вот большая часть мозга, она не восстанавливается, потому что иначе бы у нас не было памяти, да. Мышцы полностью восстанавливаются за 15 лет, а печень полностью восстанавливается за один год. Там есть какие-то отдельные участки, я вот тоже читала там около разных источников. Кто-то говорит 3 месяца, кто-то говорит вот от 150 дней, да. Но в целом, в целом, вот если вы работаете с печенью, и у вас она совсем убита, то если вы год будете давать хорошее питание, не будете там бить по этой печени медикаментами, она может за год восстановиться. Кожа восстанавливается за 2 недели. Если у вас кожа восстанавливается дольше, значит у вас нарушены восстановительные процессы в организме, если что-то заживает дольше 2 недель. И надо сильно подумать, что надо изменить. Кишечник. Вот он полностью изменяет, меняется за 16 лет. Это самый такой вот большой орган и медленно восстанавливается. Но он полностью, восстанавливается он может быстрее, но чтобы полностью поменяли все клетки кишечника, уходит 16 лет. Вот. Но вот клетки эпителия кишечника, они меняются каждых 5 дней. То есть если у вас проблемы с эпителием, вы можете исправить ситуацию довольно быстро. Желудок. Желудок. Желудок восстанавливается, представьте, что клетки эпителия желудка, которые фильтруют питательные вещества внутрь организма, заменяются очень быстро, всего за 5 дней. То есть если у вас нарушена впитываемость желудка, вы можете за 5 дней исправить ситуацию особым питанием. Кровь восстанавливается за 150 дней. За 150 дней вы можете полностью обновить кровь в своем организме. Представляете? Это вот мой папа. Я этот слайд включила сюда не случайно. Это как раз история того, как человек с помощью своего образа жизни и питания смог восстановить свой организм. В 45 лет мой папа ушел. Он был военным, он ушел на военную пенсию, но он не продолжил службу, не только потому, что мало платили, а потому, что у него все было плохо со здоровьем. Он уходил весь больной. И когда я приехала в Таиланд, первую посылку я с тайской медицины отправляла как раз папе. Вот папе 61 год на этой фотографии. Вот моя мама и моя доченька. Это несколько месяцев назад мы делали фотографию, папа приезжал. Он проходил медкомиссию. Он мне звонил как раз по скайпу, недавно хвастался. Представьте, ему сказали, что у него сердце 35-летнего мужчины. И анализ крови и все анализы у него в полном порядке. В 60 лет, сейчас ему 61, в 60 лет его взяли на работу капитаном корабля строительной платформы в Газпроме. Представьте, в 60 лет у человека рост по карьере. Он для этого в другой компании работал, где меньше платили. Он перешел в Газпром. В 60 лет его взяли потому, что он, во-первых, крутой специалист, во-вторых, потому что все знают, что он работает без больничных. Потому что в 61 год он дает фору любому 40-летнему капитану. Вот. Это мой папа, который с помощью здорового образа жизни смог восстановить свое здоровье. Это вот наш осон. Фотографии на левом, в сереньком платьице. Это как раз таки до того, как она взялась за себя. Чем она питалась, я вам просто передать не могу. Она такую гадость ела, что… Ну, я с возраста становлюсь мудрее. Если раньше я там всем как бы тыкала и говорила, фу-фу-фу, что ты ешь, не надо там, давай здоровое происшествие. Я всем как бы навязывала свою идею. Сейчас я уже этого не делаю. Я рассказываю только тем, кто меня спрашивает. И вот ей, пока ее сильно не прижало, я к ней не лезла. А когда ее уже положили в больницу с отеком в легких, там у нее жидкость откачивали, да, и вообще как бы там полный атас у нее был, тогда уже она взялась за здоровье, она уже ко мне обратилась. Вот мы вместе поехали в банковский университет, там ее обследовали, расписали ей особую диету. Плюс к этой диете у нее дополнительно нашел кальций, витамины группы В и белковый коктейль. И вот на этой диете она за полгода сбросила 30 кг. Вот разница между этими двумя фантами – это 30 кг. Она сбросила 30 кг, она поправила здоровье, она перестала болеть и недавно вышла замуж, мыли на ее свадьбе. Вот. Вот.